Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Мы недавно говорили о том, что мох на участке в первую очередь появляется там, где почва бедная, где и особенно, где использовались глифосаты. Это свидетельство сильного закисления верхнего слоя почвы. И вообще мох растет там, где созданы неблагоприятные условия для развития других растений. Очень часто, когда мы говорим о мхе в теплице и в огороде, это свидетельствует о том, что почвенные условия являются неблагоприятными для роста развития растений. Особенно часто мох в огороде, в теплице можно заметить во второй половине вегетации растений, ближе к осени. Это связано с тем, что мы частенько используем минеральные органические подкормки, которые усваиваются неоднородно, вещества из этих подкормок усваиваются неоднородно, и как следствие почва закисляется. Вот первая причина появления в огороде и теплице мха – это неравномерное, несбалансированное питание наших растений. У меня тоже в теплице бывает мох, появляется мох. И как только этот мох появляется, для меня это очень серьезный сигнал к тому, чтобы поменять программу подкормки растений. Вот я недавно обнаружил в своей теплице мох, и где-то пропустил, где-то недосмотрел, но все-таки я обращаю все время внимание на поверхность почвы, потому что она очень многое может рассказать о том, чего растениям не хватает, хотя сами растения могут еще ни о чем и не сигнализировать. Ну дают и дают хорошие кисти, дают урожай, все замечательно. Значит, когда появляется мох? В первую очередь мох появляется в теплице в огороде тогда, когда вы, например, используете монофосфат калия или избыточное количество фосфатов. Дело в том, что когда вы используете монофосфат калия, калий усваивается растениями в первую очередь, особенно во время плодоношения томата, огурца, а фосфор остается в почве. В каком же виде фосфор остается в почве? Он там остается в виде фосфорной кислоты, той же самой кислоты, которая образуется при внесении глифосата в почву. Но как следствие, вот эта зона внесения удобрений, там происходит накопление этого фосфата, фосфорной кислоты, почва закисляется, идет ростом мха. Это не обязательно может связано с низкой освещенностью, это не обязательно связано с переувлажненностью. У меня мох растет на достаточно сухой зоне роста, не там, где капельный полив прям проходит, где вот эта полоска влажная видна, на более сухой зоне она растет, он растет. Но это первый сигнал к тому, что мне надо скорректировать питание растений. Поскольку я своей теплице в этом году решил полностью отказаться от минеральных подкормок, хотя иногда мне приходится все-таки что-то корректировать, что-то добавлять, ну тот же сульфат магния. Но я стараюсь через ферментацию, то есть я сперва стараюсь, чтобы эти соли были как бы основой для выращивания микроорганизмов полезных в кубе у меня. Они включаются в состав этих микроорганизмов, а потом в виде уже микроорганизмов их метаболитов подаются на растения. То есть биологизация минерального питания, ферментация минеральных удобрений, можно так условно сказать в кавычках. Но неважно. Главное то, что я здесь обязательно должен немножечко скомпенсировать эту кислотность вот этой почвы, вот этих подкормок. По этой причине я возьму обыкновенный зольный раствор, надзольный сделаю стандартный, одна литровая банка золы на 10 литров воды переболтает, ночь постояла, надзольный раствор слил и из леечки аккуратненько пролил все зоны вокруг растений, особенно там, где появляется мох. Другой вариант это возьмите столовую ложку гашеной извести, на ведро воды переболтайте, и леечка, и ликонечка, также смочите почву. Это можно даже делать не по влажной почве, даже по сухой почве можно сделать, вреда растениям оба этих раствора в принципе никак не нанесут, и они не столько подкормочные, сколько корректирующие. Они корректируют кислотность для того, чтобы элементы питания очень хорошо усваивались растениями. Один из элементов питания, который очень плохо усваивается во время роста мха, это железо. Поэтому я обязательно здесь делаю внекорневую железную подкормку, возьму чайную ложечку железного купороса, чайную ложечку лимонной кислоты, смешаю их и хилатиком обработаю. Да, ну как бы железный купорос, не совсем удобрение, но все равно приходится, невозможно прям абсолютно обойтись без единого минерального как бы удобрения. Да, какой-то подкормки, бордная кислота, изульфацинка там и так далее, и так далее. Все равно приходится ими работать по листу, так или иначе. И хилат железа домашнего приготовления здесь совершенно будет кстати. Другое дело, что есть еще две причины, по которой появляется мох, которые могут быть не связаны с закислением грунтов. Первая причина – это появление мха в саду под плодовыми деревьями. Там не столько мох является индикатором закисления почвы, сколько он находится в затененном состоянии. Крона дерева создает неблагоприятные условия для роста, например, злаковых растений газонных. Как следствие, мох получает возможность там расти, преимущество расти, и он там растет. Также на газоне, даже под солнцем на газоне, мох может расти, если газон голодный, если вы редко его подкармливаете азотными удобрениями. Злаковые газонные растения являются весьма чувствительными к нехватке азота. Как только азота не хватает, газончик разряжается, и его место занимает мох. Мох плодородия падает, там конкурентоспособность этого злакового компонента падает по сравнению с тем, как если бы он был хорошо накормлен. Поэтому, если вы видите мох в теплице или огороде, сделайте щелочную подкормочку. Если вы мох видите на дорожках, которые обрабатывались глифосатами, ничего не делайте. Вы для этого и делали такую обработку, чтобы там трава не росла, сорняки не росли, а будет подернуто все мхом. Замечательно. Там и должны быть неблагоприятные на дорожке условия для роста сорных растений. Если вы видите мох под кроной дерева, вообще не стоит беспокоиться. Там просто темно для других растений, а мох выдерживает. И если вы видите мох на газоне, сделайте азотную, а лучше комплексную его подкормку. Что ж, мох может быть опасен, может быть безопасен. Сам по себе он безопасен, но он является индикатором опасной ситуации, которая может привести к преждевременному окончанию культуры ваших овощных растений в теплице. Не допускайте этой ситуации. Своевременно усматривайте вот эти признаки почвенных дисбалансов и своевременно применяйте меры. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok